Привет, с вами Яна и Айнитки. А вы уже видели эти стильные летние модели крючком? В интернете мне понравились следующие. Такой яркий, интересный топ я подобрала для себя и уже планирую его связать. Смотрите, подобрала пряжу, связала образец. Или даже можно связать интересный комплект из рубашки, шорт или юбки. А вот такую футболку можно связать как мальчику, так и девочке на лето. Ну а для молодых людей отлично подойдет футболка вот в такой расцветке. А еще больше моделей вы увидите в нашем телеграм-канале по ссылке в описании под видео. Не знаете, как связать их? В основе лежит простейший узор, который я прямо сейчас вам покажу. Пойдемте скорее в фотокуб и научимся его вязать. Давайте поближе познакомимся с этим узором. Я покажу вам его здесь в кубе. Он достаточно простой, хорошо смотрится как в варианте, как у меня связанный из секционной пряжи. Я вяжу из хлопка Катя Параиса. Он ложится секциями светленькие и перемежаются с разными цветами. Здесь, конечно, хаотично, как цвет ляжет. Если вы хотите более графичного варианта, вы можете просто каждый ряд вязать своим цветом. Или, например, делать смену цветов через два ряда. Или вообще сделать вариант в однотоне. Или какие-то акценты color block. Выбирайте модель, которая нравится вам. А мы перейдем к тому, как же все-таки вязать этот узор. Здесь у меня уже связано достаточно большое количество рядов. И чтобы показать вам самое начало, я приготовила дополнительную пряжу. И покажу с самой-самой первого ряда, как же вязать этот узор. Начинаем мы с цепочки из воздушных петель. И набираем количество петель для этого узора. Кратные трем. Плюс одну. И для первого ряда нам понадобится еще набрать плюс одну. Сейчас я наберу шестнадцать воздушных петель и семнадцатую для того, чтобы подняться на одну ступенечку на второй ряд. Приступим. Шестнадцать петель и еще одну для того, чтобы первый ряд узора связать поплотнее. Сейчас у меня только косичка связанная, цепочка из воздушных петель. Она достаточно тоненькая. И чтобы первый ряд узора как бы базировался на хорошем основании, не был деформированным, мы первый ряд свяжем столбиками без накида. Для этого во вторую петельку от крючка мы вводим сам крючок и вывязываем целый ряд столбики без накида. Вот такой ряд у нас получился. Всего в этом ряду у нас должно быть количество петель кратно трем плюс одна. У меня после этого перевернем вязание наизнанку. Я вяжу здесь поворотными рядами, поэтому каждый ряд разворачиваюсь. Сейчас в первую петельку, в ту из которой у нас выходят вот эти воздушные петли, в основании я вяжу столбик с накидом и еще один то же самое место. Что у нас получилось? У нас с вами получился первый кусочек нашего узора. Это вот такой фрагмент три столбика с накидом в одно основание. В качестве первого столбика у нас выступают вот эти три воздушные петельки подъема. Что делаем дальше? Дальше мы отсчитываем от этого места, в которое мы уже связали третью петлю. Считаем 1 2 3. Считаем по вот этим крышечкам мы находимся с изнанки. Нам их не очень видно, но если вы перевернете, можете себя проконтролировать. 1 2 3. И вот в эту третью мы вяжем следующую группу столбиков. 1 2 3 и вяжем 3 столбика с накидом в одно и то же место. Дальше повторяем до конца ряда. Снова делаем накид, снова отсчитываем 1 2 3. В третью петельку вяжем нашу группу из столбиков. Из этой группы будет состоять весь узор. Больше мы ничего другого вязать не будем, это очень-очень простой узор. Вот такой. И заканчиваем ряд мы точно таким же узором, точно такой же группы из петелек. И здесь мы провязываем самую последнюю петлю ряда. 1 2 3. Вот сюда мы провязываем последнюю нашу группу петель. Дальше нам нужно подняться еще на на один ряд. И мы, как и в прошлый раз, с вами вяжем 3 воздушные петли в конце ряда. И только после этого переворачиваем наизнанку. Что мы здесь видим? Здесь мы уже не должны ничего считать. Начинается самая такая приятная часть провязывания узора, когда у нас есть с вами вот эти большие дырочки, в которые мы как раз и будем вязать наши группы петель. Эти петли подъема, они у нас будут выполнять роль боковушки, боковой стенки. Теперь в дальнейших рядах мы делаем накид и вот сюда ныряем крючком. И вот из этой дырочки провязываем ту же самую нашу группу из трех столбиков с накидом. Вот таким образом. Соответственно продолжаем дальше и ныряем в следующую дырочку. И продолжаем вязать до конца ряда. Последнюю группу из трех столбиков вяжем в последнюю дырочку. Теперь нам надо закончить второй ряд и мы сейчас делаем симметричную боковушечку, как у нас была здесь. С этой стороны делаем ее с этой. Для этого мы вяжем 1 столбик с накидом и опускаем его. Основание делаем верхние из вот этих трех воздушных петелек, которые мы поднимали здесь на следующий ряд. Все, мы завершили с вами этот ряд. Теперь вот эти два ряда, они просто будут у вас чередоваться. То есть сейчас, смотрите, мы поднимаемся тремя петлями на следующий ряд, поворачиваем вязание на следующую сторону. И вот прекрасно видим наши дырочки, в которых мы провязываем наши группы столбиков. Опять же, как и в первом ряду, здесь 3 воздушные петли, они уже играют роль одного из столбиков и в первую дырочку нам надо провязать всего лишь 2. И вяжем следующую. А сейчас я вам расскажу, как можно сделать этот узор более рыхлым и воздушным, если вам захочется. Если вам покажется, что такая плотность узора для вас слишком плотная, да, и хочется сделать дырочки вот эти побольше, то мы можем сделать с вами между вот этими группами из столбиков еще одну дополнительную воздушную петельку. Тогда в нашем раппорте узора будет не 3 петли, а 4. То есть мы делаем еще одну воздушную петлю вот здесь вот и потом ныряем уже провязывать наши столбики с накидом. И тогда количество петель мы будем считать уже будет у нас кратно 4. Соответственно плюс, не плюс одну, а плюс 2 и плюс петлю подъема для первого ряда. Можно сделать еще рыхлей, тогда сделать здесь две воздушные петельки, но здесь уже это варианты креатива, как вам нравится. Мне понравилась именно плотность вот такая, чтобы дырочки не были слишком огромные, а вы уже сами выбирайте то, что понравится вам. Пишите в комментариях, какая из моделей в начале видео вам понравилась больше, какой вы хотите связать, и конечно же под видео мы обязательно вам оставим ссылки на пряжу, которая была, участвовала в ролике, и оставим контакты для связи, если вам нужна помощь в подборе пряжи на задуманные вами изделия, вы всегда можете с нами связаться, и мы вам по видеоконсультации подберем все, что вам нужно. До новых встреч! Ваши Айнитки!